Здравствуйте! На канале Заречная информационная программа новости в студии Светланы Теплухиной. И вот о чем я и мои коллеги расскажем вам сегодня. Уроки плавания. В школе номер 222 после капитального ремонта возобновил работу бассейн. Я думаю, что руководство школы будет следить за состоянием бассейна со всей ответственностью, чтобы не допустить того состояния, из которого нам пришлось его восстанавливать. Мне стройки душу согревают. В Заречном состоялся третий этап пятого городского конкурса художественного слова. Пятый городской конкурс художественного слова посвящен поэтам-юбилярам 2018-2019 годов Александру Сергеевичу Пушкину, Михаилу Юрьевичу Лермонтову, Расулу Гамзатову, Кольцову, Ивану Крылову, Зинаиде Гиппиус, Ирине Токмаковой. Сыграли на 5 с плюсом. В Заречном определился победитель муниципального тура чемпионата школы Русатома по футболу 5+. И это лишь некоторые темы выпуска, а все подробности далее. В школе номер 222 возобновились уроки плавания. После капитального ремонта вновь начал работу бассейн этого образовательного учреждения. Спорт сооружения закрыли несколько лет назад. Работавшая на объекте подрядная организация допустила целый ряд недочетов, из-за которых эксплуатировать бассейн было невозможно. С претензиями руководства школы согласился и глава города. В январе Олег Климанов в ходе инспекции дал поручение устранить недоделки и открыть бассейн уже в текущем учебном году. По прошествии трех месяцев глава муниципалитета вновь посетил спортивный объект. В 222 школе на уроках физкультуры дети вновь учатся плавать. Бассейн в этом образовательном учреждении не работал несколько лет. Он был закрыт из-за плохого технического состояния, изношенных инженерных коммуникаций, дефектов отделки помещений и несоответствия современным требованиям, предъявляемым к таким спортсооружениям. Капитальный ремонт был проведен в 2017 году. В 2019 привели в порядок систему вентиляции. Но у руководства школы оставались претензии к качеству работ, выполненных подрядчиком. В этом году к решению проблем подключился глава города. Олег Климанов дал поручение устранить все недочеты и ввести бассейн в эксплуатацию в текущем учебном году. Как выполнено распоряжение, он проверил в ходе очередного выездного совещания. Указание выполнено, мы сами сегодня с вами видели, дети занимаются. И это очень хорошо, потому что у нас еще есть дети, которые не умеют плавать. И главная задача на этих уроках физкультуры – это как раз их обучить плаванию, обучить азам плаванию. Я думаю, что руководство школы будет следить за состоянием бассейна со всей ответственностью, чтобы не допустить того состояния, из которого нам пришлось его восстанавливать. К качеству выполненных работ подрядчикам нет замечаний и у руководства школы. Теперь здесь комфортно и работать учителям, и обучаться плаванию школьникам. Ребенок должен получать от воды, прежде всего, удовольствие, не бояться воды. Ну и, конечно, мы стараемся их дать не только начально, но по возможности и больше обучения. Кто-то у нас и плывет. Регулярные занятия, они никогда не проходят бесследно. Ребенок обязательно научится плавать. Каждый день в бассейне 222-й школы проводятся по несколько уроков физкультуры. Занимаются в нем учащиеся начальных классов, многие из которых плавать пока не умеют. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». 10 апреля в Заречном на перекрестке улиц Литки и Коммунальной произошло дорожно-транспортное происшествие. Не смогли разъехаться на дороге отечественная легковушка ВАЗ-21043, который управлял мужчина 1969 года рождения, и иномарка «Мазда». За ее рулем была женщина 1987 года рождения. Обе машины получили серьезные механические повреждения. По информации, полученной в Зареченском отделе госавтоинспекции, в результате столкновения водитель «Мазды» получила ушибы мягких тканей лица. По факту происшествия проводится проверка, которая установит степень вины участников ДТП. Зареченским предпринимателям разъяснили, как работает система мониторинга движения лекарственных препаратов. С 1 января 2020 года в России вводится обязательная маркировка лекарств идентификационными знаками. Эксперимент по маркировке проходил в нашей стране с 1 февраля 2017 года. И согласно федеральному закону, с 1 января 2020 года абсолютно все лекарственные препараты должны быть снабжены специальными средствами идентификации. Система маркировки лекарств создается для защиты населения от фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных препаратов и предоставления потребителям возможности проверки их легальности в момент покупки. К системе поэтапно будут подключены все участники рынка обращения лекарственных средств, производители, организации оптовой торговли, в том числе осуществляющие импорт лекарственных препаратов, медицинские и аптечные организации. Все нюансы работы новой системы обсудили участники обучающего семинара в бизнес-инкубаторе «Импульс». Предприниматели и представители предприятий и организаций Заречного приняли участие в образовательном семинаре. Он был посвящен порядку регистрации в системе мониторинга движения лекарственных препаратов. Мониторинг подразумевает движение лекарственных средств от производителя до конечного потребителя. То есть аналогичные системы у нас внедрены в сфере алкогольной продукции. Решение о создании федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя с использованием маркировки было принято в 2015 году. Она внедряется в нашей стране поэтапно и призвана навести порядок в сфере оборота лекарственных средств. Система призвана убрать с рынка недоброкачественные товары, брак, контрафакт. Те организации, которые будут находиться в системе маркировки, будут покупать гарантированно качественный продукт. Кто в систему маркировки не войдет, они просто не смогут ни продавать, ни покупать лекарства. С 2020 года обязательной маркировке подлежат все виды лекарств. Участникам образовательного семинара рассказали обо всех тонкостях регистрации в системе мониторинга. Пригласили сюда не только предприниматели города, но и все организации, которые в той или иной степени занимаются реализацией медицинских препаратов. На встречу пришли представители образовательных учреждений, организации, где проводят санаторно-курортное лечение и других предприятий Заречного, для которых этот вопрос тоже актуален. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». Зареченские полицейские совместно с коллегами из Пентинской и Ленинградской областей раскрыли дело о мошенничестве, жертвой которого стал житель нашего города. В ноябре прошлого года ему позвонила женщина, представившаяся сотрудницей службы безопасности банка. Она заявила, что со средствами на счете мужчины проводятся несанкционированные операции. Для выяснения всех обстоятельств злоумышленница спросила у Зареченца номер карты, а также трехзначный код, указанный на ее обороте. В итоге мужчина потерял более 100 тысяч рублей. Он обратился с заявлением в полицию. «Была установлена гражданка 92-го года рождения, проживающая на территории Ленинградской области. Была организована служебная командировка с выездом на место. Был обнаружен тот самый мобильный телефон с сим-карты, который использовался при совершении хищения. В результате этого обыска гражданка под давлением таких улик, естественно, созналась». Подозреваемую доставили в Пентинскую область. Ей будет предъявлено обвинение по части 3-й 158-й статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Материалы дела готовят к передаче в Зареченский городской суд. Подобные мошенничества раскрыть очень трудно, так как их совершают лица, находящиеся далеко за пределами нашего региона. Несмотря на многочисленные предупреждения, зареченцы по-прежнему попадаются на уловки преступников и теряют собственные средства. В первые дни апреля один из жителей нашего города познакомился в сети интернет на сайте ВКонтакте с девушкой и предложил сходить в кино. Новая знакомая порекомендовала Зареченцу сайт, на котором ему предложили два билета на сумму 5000 рублей. Мужчина перевел деньги, но когда девушка попросила у него данные банковской карты, заподозрил неладное. В кино он так и не попал, а уплаченные деньги пропали. Каковы основные сценарии действий злоумышленников и какие простые меры предосторожности помогут гражданам сохранить свои сбережения? Об этом нам расскажет начальник отдела уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Заречной Пензенской области Денис Кочетков. Встреча в студии сразу после рекламы. Ну а мы пока вернемся к другим городским событиям. Почти две с половиной сотни зареченцев приняли участие в третьем этапе городского конкурса художественного слова «Мне строки душу согревают». Эти состязания чтецов стали в нашем городе традиционными и проводятся уже в пятый раз. Главная тема конкурса – творчество сразу нескольких поэтов-юбиляров 2018-2019 годов. Лучшие образцы отечественной поэзии в исполнении горожан послушали и мои коллеги. Он малюсенький пока, от него такой весной, теплый-теплый запах. Он найдет смешно-смешно, путается в лапах. Под вождёчный ночью, рукоплаптичный, живой. Особенно трогательно звучат произведения классиков в исполнении детсадовцев. Этому малышу всего четыре года, и он впервые декламирует стихотворение перед большим зрительным залом. Дошкольники – самая многочисленная группа участников пятого городского конкурса художественного слова «Мне строки душу согревают». На третьем этапе было заявлено 133 чтеца в возрасте от трёх до семи лет. Всего же в выразительном чтении соревновались 243 зареченца. Пятый городской конкурс художественного слова посвящен поэтам-юбилярам 2018-2019 годов. Александру Сергеевичу Пушкину, Михаилу Юрьевичу Лермонтову, Расулу Гамзатову, Кольцову, Ивану Крылову, Зинаиде Гиппиус, Ирине Токмаковой и многих других поэтов. Но ежегодно в конкурсе художественного слова присутствует традиционная тема – тема войны. На этой теме, конечно же, нужно воспитывать наше подрастающее поколение. Конкурсное прослушивание третьего этапа пятого городского конкурса художественного слова «Мне строки душу согревают» проходило в течение двух дней. Участники разделены на несколько возрастных категорий. Выступления с произведениями на военную тематику звучат в отдельной номинации. «Стоит поднижка мины, пули свищут, и только рубашонка пузырём. Подъехали вот здесь, и с разворота заходим в тыл». Финал пятого городского конкурса художественного слова «Мне строки душу согревают» состоится 4 мая. На площади Дворца культуры «Современник» выступят победители предыдущих этапов. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». И о спорте. В «Заречном» завершился муниципальный этап чемпионата школы Росатома по футболу «5+. Такие соревнования в течение апреля идут в 16 городах-участниках проекта. Победители выступят в зональных этапах и поборются за путевки в финал, который состоится в Новоуральске. В «Заречном» на поле вышли 12 команд из всех детских садов города. По итогам первого дня чемпионата победителями в своих группах стали сборные детских садов номер 7 и 17 и две команды четвертого детсада. Кто вышел в финал и победил, расскажет Ксения Тризна. Второй день муниципального этапа чемпионата школы Росатома по футболу «5+,» прошел еще напряженнее, чем первый. На площадку вышли сильнейшие футбольные команды детских садов «Заречного». Сначала они, победители группы, играли между собой в полуфиналах. Это были две команды четвертого сада, седьмой и семнадцатый. Победители полуфиналов у нас оказались в седьмой и семнадцатый сад. Последние две команды и вступили в борьбу за звание победителя чемпионата. Финальная игра, как и все матчи в рамках соревнований, включала два тайма, каждый по пять минут. За это небольшое время участникам нужно было успеть забить как можно больше голов в ворота противника. Чемпионат школы Росатома по футболу «5+,» проходит уже во второй раз. В этом году на муниципальном этапе в нем участвовали 12 команд. Все сборные тщательно готовились к соревнованиям, работали с тренерами по футболу, занимались общей физической подготовкой. И силу, и выносливость развиваем, и ловкость, и гибкость. То есть все качества развиваем одновременно. Мы не делаем упор ни на какое качество определенное. Команда семнадцатого детского сада выиграла финальный матч с перевесом в один гол. Решающая игра завершилась со счетом 2-1. Седьмой детский сад, соперники очень сильные. Мы были не уверены, что мы выиграем, но хотелось победить. У нас сильная команда, и нам все удалось. Команда седьмого комбината на втором месте. Бронза у юных футболистов из детского сада номер 4. Для них соревнования завершились. А ребята из детского сада номер 17 выступят на следующем зональном этапе чемпионата школы Росатома по футболу 5+. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». В «Заречном» продолжаются игры в рамках чемпионата города по баскетболу среди мужских команд. Напомню, он стартовал в конце февраля. Матчи проходят по вторникам в физкультурно-оздоровительном комплексе лесной и спортивной школе Олимпийского резерва. Очередной тур игр состоялся 9 апреля. В ФОКе встречались сборная производственного объединения «Старт» «Олл Старс» и команда «Сшор». В ее составе старшеклассники, которые сейчас занимаются в секции баскетбола. Команды играли на равных, много атаковали, слаженно действовали в защите. В итоге вверх взял опыт. «Олл Старс» выиграли со счетом 85-82. Вторая встреча состоялась в спортивной школе. Там на площадку вышли сборная «Прайм Тайм». В ее составе выпускники зареченского отделения баскетбола прошлого года. И вторая команда производственного объединения «Старт». Тут тоже победу праздновали спортсмены городообразующего предприятия. Они выиграли со счетом 85-73. Следующий тур игр запланирован на 16 апреля. Как не попасться на уловки мобильных и интернет-мошенников и сохранить собственные сбережения? Об этом уже через несколько минут, сразу после рекламы. Наши атомные города, наша гордость, наша Родина, наш дом. Мы хотим, чтобы все знали, кто стоял у истоков создания атомной отрасли и атомных городов. Всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям» в новом формате. Прими участие в конкурсе. Напиши свою историю о Созидателях. Подробности о правилах и сроках проведения конкурса можно узнать на сайте. Слава Дефис Созидателям.ру С каждым днем все ближе лето. Стало солнце припекать. Есть хорошая примета – жажду квасом утолять. Квас «Русский дар» – полтора литра – 39,90. Колбаса по армавирски «Ухтинка» – 199,90. Грудка куриная, охлажденная – 155,90. Огурцы тепличные – 109,90. Акция действует с 9 по 11 апреля 2019 года. Лови момент в караване. Закажи окно. Второе установим бесплатно. Телефон 232-232. Магазин «Ивановские ткани плюс» приглашает за покупками. Ткани, постельные принадлежности, трикотаж, детские товары по доступным ценам. Улица Чехова, 16. Сумма 2-й этаж, 2-я линия. Гостиный двор, 1-й этаж. Мои люди очень страшные. Моя работа. Я их караил. Смотрите на нашем канале. Главные события атомной отрасли. Что происходит и почему происходит. Стратегия «Росатома» и оперативные репортажи. Программа «Страна Росатома». Мама, вещишь ли это нас? Мама знает, что баба Вега превратила нас в клён. Фёдор, Егорушка, говори, где мои сыновья спрятаны. А иди-ка мне в служанки. Как похвалю, так и скажу. Я без лоута ласково не добьёшься. На только себя и хвалят. Да совести у неё нет совсем. Дети мои, освободили мы вас. Новости на канале «Заречный» продолжаются. У нас время встречи с гостем. Я приветствую в нашей студии начальника отдела уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Заречной Пензенской области Дениса Александровича Кочеткова. Добрый вечер, Денис Александрович. Добрый вечер. Итак, Денис Александрович, продолжаются случаи, продолжают регистрироваться случаи, когда зареченцы попадаются на уловки мошенников и отдают им свои средства. Какие методы чаще всего встречаются, методы мошенничества чаще всего встречаются? Ну, к сожалению, действительно у нас, можно сказать, что практически ежедневно регистрируются факты либо мошенничества, либо самое последнее основное – это хищение денежных средств банковских карт. Как уже неоднократно уже говорилось о том, что гражданам звонят неизвестные, представляются работниками Сбербанков, ВТБ, любого банка и объясняют о том, что с их них карт пытаются снять денежные средства, необходимо их срочно переводы остановить, необходимо продиктовать номер карты и код оборотной стороны карты. И люди продолжают, так сказать, верить этим гражданам, диктуют номера банковских своих карт и оборотные коды оборотной стороны, в результате чего все денежные средства, находящиеся на картах, у них списываются. Такие случаи у нас еженедельные, это однозначно, можно сказать, что практически ежедневно. И продолжаются также случаи мошенничества. Самым распространенным в последнее время стало это мошенничество в сети интернет, одноклассники, когда гражданам на личные страницы приходят от лучших, так сказать, друзей сообщения с просьбой оказать материальную помощь. И люди, не звоня, так сказать, своим знакомым, сразу переводят денежные средства, небольшие суммы, там, допустим, от 3 до 10 тысяч, до 15, но потом уже понимают о том, что навряд ли они могли у них деньги просить, начинают созваниваться, но деньги уже перевезены. Это уже факт называется, так сказать, мошенничество. Как уже неоднократно об этом говорилось, но граждане продолжают верить, так сказать, мошенникам и продолжают переводить свои денежные средства. Также у нас последнее, буквально вчера, был зарегистрирован тоже факт мошенничества. Гражданин познакомился с неизвестной в сети интернет, пригласил ее в кино, так сказать, непонятно на каком сайте, который она ему сказала, купил два билета в кино за 5 тысяч рублей, ну и в результате понял, что данный человек, наверное, мошенник, продолжая общаться, она попросила ему еще 5 тысяч перевезти из карты, попросила его продиктовать свою банковскую карту, однако в данном случае уже гражданин неоднократно насторожился, неоградно видел, что это, скорее всего, мошенники, и переводить не стал, разговор прекратился, но однако же деньги, 5 тысяч рублей, и он кому-то оплатил. Денис Александрович, вот с вашей точки зрения, что же все-таки побуждает людей совершать такие поступки? Ведь если раньше, скажем, грабитель совершал какие-то насильственные действия и насильно отбирал средства, то сейчас, в общем-то, люди, получается, сами добровольно свои деньги отдают и практически не задумываясь. Вот с чем это связано, несмотря на все предупреждения? Действительно, люди все сами добровольно отдают, все делают. Каждый, 100% случаев последнее время, вот буквально последний год, мошенничеств зарегистрированных, каждый гражданин, уверен, каждый говорит о том, что да, действительно, я слышал неоднократно и по телевидению, и по радио о том, что такие факты мошенничества есть, однако каждый уверен, что с ним такого быть не может, что с ним такого не произойдет, и поэтому в этом они уверены и верят мошенникам этим, и так же у них все деньги пропадают. В общем, бдительность нельзя терять. Бдительность терять нельзя. В любом случае, конечно же, представители банка по телефону так звонить не будут, они в любом случае пригласят в сам банк. Денис Александрович, насколько сложно раскрываются подобные преступления? Подобные преступления, конечно, раскрываются очень сложно, поскольку мошенники находятся далеко за пределами Пензенской области, установить их местонахождение гораздо, ну, очень тяжело. В этом году нашими силами совместно с управлением по Пензенской области усталось установить только по Заречному две группы, которые занимались мошенничествами. Одна группа мошенничествами, вторая группа хищениями денег с банковских карт буквально. На той неделе мы эту группу привезли сюда в Заречный, сейчас работаем с ними. Ну, по области также это тоже устанавливают, привозят, конечно, но доля раскрытия от числа зарегистрированных, конечно, очень мала. То есть здесь, в общем-то, гражданину всегда нужно помнить, что если он попадет в такую беду, то, в общем-то, очень мало вероятности, что этих... Да, мало вероятность, что их найдут. Вот. Даже если, так сказать, вот первую группу мы нашли, привезли, самое основное для гражданина, это что? Это возместить ущерб. А ущерб возмещать нечем этим людям. Поэтому он вину свою понесет, конечно, согласно уголовному, действующему уголовному законодательству. Однако гражданам от этого не легче. Денис Александрович, то есть все-таки успешные примеры раскрытия подобных дел все-таки есть? Да, есть, конечно, работаем очень сложно, просто все это очень материально затратно, но результаты есть, конечно. Вы сотрудничаете, наверное, с правоохранительными органами других регионов? Конечно, в любом случае без этого никуда, потому что любые проведения уже мероприятия на территории другой области, это уже идет совместное проведение, и поэтому... Денис Александрович, вот как любую болезнь легче предупредить, чем лечить, то здесь, наверное, вы все-таки работаете не только над раскрытием уже совершившихся фактов, но и все-таки какую-то профилактическую работу ведете. Конечно, профилактическая работа у нас ведется, ведется на постоянной основе, с работой непосредственно с сотрудниками банка, то есть предупреждаем их, чтобы они, в виде о том, что граждане начинают через терминалы переводить большие суммы денег, как бы останавливали их, вызвали полицию. Такие случаи у нас есть, то есть предотвращали факты перевода в денежных средств. Также и работаем с сотрудниками компании сотовых связей по продаже, которые расположены у нас в магазинах, где есть терминалы. То есть и там тоже люди помогают, там тоже были факты, когда предупрещали. Денис Александрович, ну, я понимаю, что это мы говорили уже неоднократно и много раз, но все-таки давайте еще раз повторим, что же все-таки делать, чтобы не попасться на уловку мошенников? Ну, это по сотовой связи, это надо было просто очень бдительным, как бы общаясь с гражданами, и не верить всем о том, что кто-либо там не представлялся сотрудникам банка, бывает представлять сотрудниками правоохранительных органов, комитета следственного, там кем угодно. В любом случае данные звонки осуществляться реальными сотрудниками не могут. При сложившейся какой-то ситуации гражданин в любом случае будут вызывать непосредственно в ту организацию, которая якобы звонит. Поэтому в этом случае надо быть бдительными. Ну, и, естественно, осторожно заказывать заказывать в сети интернет какие-либо товары на различных сайтах, потому что процентов 50 будет сайт, ну, несуществующий. И поэтому люди будут, оплачивая товар, естественно, его не получают. Либо получают товар несоответствующего качества. Хотя, по сути, им услуга предоставлена, однако качество не соответствует, это уже гражданско-правовое отношение, но люди все равно теряют. Ну, и судя по тому случаю, который вы рассказали, с билетами в кино, нужно осторожнее знакомиться в интернете. Да, совершенно верно. Спасибо, Денис Александрович. У нас в гостях был начальник отдела уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО-Заречной Пенинской области Денис Александрович Кочетков. Ну, и у меня на этом все. Спасибо, что были с нами. До встречи на родном канале Заречной. Будьте бдительны и берегите себя. ЗАТО-Заречной ЗАТО-Заречной ЗАТО-Заречной